Мне очень хочется сегодня, чтобы передать то, что Дух Святой говорил. И откровения, они всегда очень сильно затрагивают. Кто получает откровения, того они очень сильно затрагивают. И когда нужно передать какое-то откровение, то есть некое переживание о том, как же коснется слушающего, как слушающий примет его. И вот это вот слово для детей было верой от слышания, слышание от Слова Божьего. Что вы услышите, да, в то и поверите. Ну или вы сделаете выбор, поверите в это или не поверите в это. Я сегодня хочу говорить, откуда берется вера. Фил, мы не сговаривались, но он хорошо подметил, что у каждого решения есть последствия. Но откуда берется решение, ну как бы кто, кому, кем приходится. Откуда берется вера и откуда берутся решения. И уже от решений происходит действие. И вот действие это внуки кого? Есть вера, которая убивает, ну или приносит смерть. Есть вера спасающая, а есть вера Божья, ну или освящающая, или животворящая, можно назвать по-разному. То есть есть что-то, во что мы верим и действуем, и это нас убивает, приводит к смерти, к грехам, еще к каким-то нехорошим последствиям. Есть вера, которая выводит нас из этого состояния, спасает нас, меняет все вообще внутри нас. Есть вера животворящая, которая помогает в жизни жить и иметь плод жизни, иметь жизнь. И откуда она появляется? Ну, я, наверное, для начала вспомню детство свое, когда я был подростком и так более-менее в сознательный возраст вступал, то понимал, что мои привычки или мои выборы, того, что я делаю, оно не ведет меня к хорошему, к созидающему. То есть мое отношение к сверстникам, мое отношение к самому себе, оно меня не созидало, я был недовольен собой. Я смотрел в зеркало и думал, что это за голос, что-то там у него появляется. То есть копался в каких-то мелочах и думал, что это все видят. Вот смотришь на себя в зеркало и думаешь, что этот прыщик на носу, он вот сейчас все его видят. Его нужно что-то с ним сделать, чтобы никто ничего не сказал, не увидел. И это загоняло меня в какой-то такой тупик, потому что один прыщик выдавишь, а другой появляется. Ну, и это прыщик, это такой образ, да, вот эти вещи, они проявляются в нас постоянно. Когда я пришел, ну как там, класс сменился, я пришел в новый класс, в новый коллектив, и я новенький, еще никто не знает моей фамилии, а я очень стеснялся своей фамилии. И учитель по журналу перечисляет фамилии, там такие нормальные, там Смирновы, Ивановы, там какие-то такие вот обычные, значит, фамилии. Магомедов, там еще там какой-то был. И тут там фамилия такая, Джук. Я думаю, о, еще один есть, какой-то странной фамилии. Ну, раз у меня странная, значит, нормально все, прокатит. Вот, ну, в общем, я уже приходил в школу со страхом, что будут надо мной смеяться, будут как-то там дразнить. И у меня была мечта, когда я вырос тут, получу паспорт, я сменю фамилию. Вот, и я жил, ну, вырос на Кавкаде, родился, и имя мое, оно считалось девчачьим. Вот, ну, Юлий, ну что это за, это разве мужское имя? И, ну, то есть, у меня фамилия Пан и имя Юлий. И вот это все таким было вот неказистым, неправильным, вообще не к месту. И кто, как меня отец мог так назвать, и откуда эта фамилия взялась? Вот, ну, в общем, я очень часто терпел унижение, насмешки. И я стал верить, что это все плохо. Что такое вера? Я хочу вынести некое утверждение такое новое, может быть. Вера — это убеждение. То, в чем я убежден, или то, в чем меня убедили. И если я убежден в этом, то я начинаю жить, соответственно. Потому что, все, меня не переубедишь. Ну, это ты так думаешь, но я-то знаю, да? И я убежден в чем-то. И эта вера, она строит мою жизнь. И вот моя вера, кто-то я уверовал, верой спасительной. Моя эта вера, она меня разрушала. Потому что я смотрел на себя, видел, какой я неправильный и несоответствующий, может быть, стандартам, понятиям двора, сверстникам, понятиям там кого-то еще. Старался быть хорошим мальчиком, учиться хорошо, маму слушать. Но это все было в таких постоянных трудностях, что называется. Это житейская вера, которая приводила меня к кончаянию. И мне хотелось кому-то что-то доказать. Как раз в то время была война в Афганистане. Россия водила туда войска. И я думал, я пойду в армию, попрошусь в Балган, чтобы, ну, я даже не знал, что. Убьют, убьют. Ну, как-то вот хотелось каких-то подвигов, что ли, или чего-то. Я сейчас уже не помню, почему. Но благо, наверное, что, когда я закончил техникум, война закончилась, войска стали выводить. И я тогда уже немножко переосмыслил сам себя. Эта вера, она меня, она стала меняться. И вот убеждение или вера в том, что я был убежден, меня убедили мои зверстики, меня убедило общество или как-то там вот обстоятельства. Сам себя я, смотрев в зеркало, в чем-то убеждал. Эта вера меня привела к решениям. То есть вера, она всегда приводит к решениям. Если ты в чем-то убежден, ты где-то внутри сам себе говоришь, а я всем докажу. И это внутри тебя прозвучало, это внутри тебя этот призыв некий. И вот это решение, о котором Фил говорил, оно приводит тебя либо к жизни, либо к смерти. Как та история про двух негритянских близнецов, которые выросли у отца пьяницы, который бил, криминалом занимался. Бил, бил. В общем, и эти два близнеца, они выросли. Один пошел таким же путем криминальным, а другой стал, получил образование, стал бизнесменом, семья, дети, все хорошо. И вот их как бы спрашивают, как так получилось, что, ну, у того, кто в криминальную речь пошел, как так получилось, что ты вот оказался здесь в тюрьме. И он говорит, ну, а что вы хотели, я жил в этом обществе, я видел отца пьяницы, я видел, чем он занимается, и у меня не было выбора. Я пошел, куда он мне показывал. Беспрашиваю, что у другого, который в этой же среде родился и вырос, и он говорит, я видел отца пьяницы, я видел, чем он занимается, и я сказал себе, я так никогда не буду делать. Я докажу, что можно жить по-другому. Два человека, живущих в одинаковых условиях, и эти условия убеждают их в чем-то, но они принимают решение. Их вера, она проявляется в том, что каждый принял свое решение, сделал свой выбор и получил последствия. Это о чем Фил говорил. Либо жизнь, либо смерть предлагается. И вокруг нас вот общество и состояние наше, оно у нас в чем-то убеждает. Мы начинаем формировать свое мнение, ну, о церкви, да, о друзьях своих, о родителях, о братьях или сестрах своих. Мы примерно начинаем понимать, ну, его поведение убедило меня в том, что с ним лучше не общаться. Я принимаю внутри себя где-то решение. Нет, с этим я бороться не буду. Или наоборот, о, хороший человек, он меня принимает, он меня там любит, ценит, вот, с ним буду общаться. И мы даже читаем первый псалом, блажен муж, который не сидит там в собрании развратителей, не ходит по поте грешных. Но блажен человек, который пребывает в слове, в собрании святых пребывает. Каждый человек делает свой выбор. Как зарождается вера и как зарождается убеждение, что-то начинает на нас влиять, и что-то начинает на нас формировать наше убеждение и нашу веру. Когда, вот я был с этой житейской верой своей, страдая от своих грехов, от того, что, ну, своих несовершенств, их решений своих, происходили вещи, которые меняли мою эту житейскую веру. Например, в институте преподаватель на военной кафедре, такой суровый полковник, которого, ну, трудно было чем-то там, как сказать, ну, не расшаловить. Ну, да, он был очень суров, короче, к нам, ко всем студентам. И он однажды, как бы, вскользь сказал мне, вот у вас в группе только две звучные фамилии, красивые фамилии. Это твоя, там, и еще одного парня. И для меня произошел переворот сознания просто. Моя вера, то есть, получилась как спасающая вера. Я с тех пор стал понимать, что да у меня же крутая фамилия. И внутри себя я принял решение, вот у меня было решение сменить фамилию, а после этого случая, вот от этого мужика я не ожидал услышать этого. И, ну, он, наверное, один из мимолетных фраз, поменял мое мышление. Я тогда себе сказал, вот эта новая вера произвела во мне решение. Я буду достойно носить свою фамилию. И мои дети никогда не будут ее следить. Хотя бы не было детей, но я подумал, что они будут. Я видел, ну, стал вдруг замечать людей всяких великих с какими-то нелепыми фамилиями. Думаю, это же не повлияло на них. Они стали тем, кем они стали. Если бы они думали, что фамилия там ничего не значащая, значит, и я ничего не значащий. И, значит, все будут вытирать от меня ноги. Но они стали тем, кем они решили стать, кем они выбрали быть. И вот в жизни происходили мои такие моменты, встречи с людьми, когда менялась моя житейская вера, мое мировоззрение менялось, мое мышление менялось. И мои убеждения. То есть, одним словом, этот человек убедил меня в другом. Как это произошло, я не знаю. Но, видимо, я этого внутри хотел. Потому что вот эта значимость, вдруг моя фамилия приобрела значимость. Я увидел, что она не какой-то, ну, красоту. И пришло время, когда я узнал о Боге. Я о нем не знал. В принципе, наверное, в семье не было вообще информации у меня о Боге. И мой друг, с которым я учился в техникуме, однажды сказал мне, я вот по научению зав. кафедры, ты как заведующий отделением нашим, она говорит, ну, Юрка твой же, он же баптист, ты же как в Бога верит? Ты же комсомолист, ты же с ним поговорил, иди его. Вот вы же дружите. Вот однажды мы сидели у него на кухне, там новая квартира, такое гулкое помещение. И я набрался смелости и говорю, Юр, ну ты чего, ну Бога же нет, ну как ты веришь так вот? Он не стал меня ни в чем переубеждать. Он говорит, да, Бог сейчас здесь. Как это его нет? И с тех пор моя вера изменилась. Я вдруг почувствовал, что он да здесь. Как в том анекдоте, да, про Вобочку, в которой учительница говорит там, в день, и вот кричите в окно, Бога нет, Бога нет. Все кричат, Вовочка, молчи. Вовочка, ты почему молчишь? Ну, если его нет, то чего кричать? А если есть, зачем кортить отношения? Вот. И вот, наверное, у меня что-то такое мистическое произошло внутри. Я поверил, что Бог есть. И потом прошло восемь лет до тех пор, когда я встретился с Иисусом, когда меня коснулась вера спасительная, когда вот эта кровь Христа омыла меня. Я себе даже места Писания выписал, но забываю их вам даже читать. Я хотел прочитать все-таки, потому что это очень ценно для нас читать, потому что наша вера происходит от слышания. И вот спасающая вера. И Римлянам 5 глава, 8-9 стих. Но Бог, это глава 8-9, но Бог, Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И я думаю, опа, вот. Ведь когда я был этим грешником, когда я жил этой житейской верой, и не знал Бога, Он уже подумал обо мне, увидел меня, и оценил меня, полюбил меня, и доказал свою любовь к мне. Умер за меня, когда я был еще грешником. Поэтому тем более ныне, будучи оправдан кровью его, спасусь им от гнева. И тем более ныне, оправданный кровью его, спасусь им от гнева. То есть, моя спасительная вера привела меня к этой встрече с Иисусом. И я омыт был этой кровью и искуплен. Но тем более ныне, то есть, живя теперь далее во Христе, живя далее после того, как я встретился с Иисусом, и облел это спасение, тем более ныне, будучи оправдан кровью его, спасусь им от гнева. То есть, это моя жизнь, это вера, которая животворящая, вера Божья. Видите, веру Божью написано. В Гимлянам 4, 17. Вот тут про Авраама. Как раз пример человека, который по вере Авраама, который есть отец всем нам, написано. «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил. Значит, пред Богом, которому он поверил, животворящий мертвых, называющий несуществующие, как существующие. Авраам поверил Богу, который животворит мертвых». И вот эта вера животворящая, то есть, есть что-то, что подвержено смерти во мне. То есть, моя вот эта жилейская вера, она вела меня к смерти, к грехам, и я, наверное, забивал свое отчаяние грехами. Замыливал, уходил в эти грехи, чтобы не думать о том, какой я. И, делая грех, становился еще хуже в своих глазах. И грех, как бы, толкая меня в яму, еще из ямы тянул меня вниз, туда в углубь. И пришла эта спасительная вера во Христа Иисуса. И теперь, как Абраам, он поверил Богу, животворящим мертвых, называющим существующим, как существующим. То есть, мертвого, во грехах меня, он увидел, как живым. И когда я поверил, что я живой во Христе Иисусе, то эта вера животворила меня, ну, с послания я животворила. И он сверх надежды, поверил с надеждой, и через это сделался отцом многих народов. Вот девятнадцатый стих, и не ослабев в вере, он не помышлял, что его тело столетнего уже мертвело, и утроба сариного мертвения, не поголебался, не в обетовании Божьем не верим, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить завещанное. Вот если смотреть на веру с точки зрения, что это убеждение, то Авраам сверх надежды поверил с надеждой, не ослабев в своем убеждении, ну, я так вот сейчас переведу просто для размышления, и не ослабев в своем убеждении, он не помышлял, то есть он не допускал, чтобы обстоятельства его тела в омертвении, утроба сариного мертвения, то есть есть мертвое, что уже не поднимешь, не оживишь по человеческому разумению, и вот эта старость Авраама и Сары, они убеждали его и ее в том, что, ну, бесполезно, все, как бы, твоя вера должна основываться вот на том, что ты видишь, то, что все омертвело, успокойся, расслабься, это вот воля Божья такая вот, ну, то есть тебя будет убеждать что-то, чтобы не верить, и он не поколебался в этом обетовании Божьем, что значит не поколебался в обетовании, то есть Бог ему что-то пообещал, он увидел в слове есть вот вера, слышание, слышание от слова Божьего, он увидел и слово Божье, которое от Бога, вот это обетование, Бог его убедил, и вера, которую Бог вложил в его сердце, убеждение в том, что Бог правее обстоятельств, он силен поверил в Бога, животвоящего в мертвых, называющего несуществующего, как существующего. Убеждения Авраама оказались выше, сильнее убеждений житейских, этих человеческих, веры житейской, которая приводит к смерти, и у них уже все омертвело, то есть даже это была старость, смерть, неспособность родить. Потому это и именилось в свою праведность. Ну, 24 стих, ну, 23-24, а впрочем, не в отношении к нему одному написано, что именилось в свою праведность, но и в отношении к нам, именится ли нам верующим в Того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего. У Авраама было личное вот это убеждение, его вера, она привела к тому, что родился сын. И обертвелая утроба Салина зачала и родился сын обетования во вере Авраама. Но это был его случай, мы могли бы сказать, ну, это же частный случай частного человека и как бы какое-то отношение ко мне имеет. написано, что у нас есть другая сила убеждения, но в отношении к нам именится верующим в Того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего. То есть, у нас есть пример для каждого, что мертвое стало живым, умерший Христос ожил на третий день. И это сила, которая убеждает нас в том, что не все потеряно в нашей жизни, если ты думаешь, что все потеряно. вот эта твердая вера Авраама, вера надеющаяся, может быть, еще такая вера есть, ну, или можно так назвать, что она приносит надежду. Она ведь касается каждого из нас в любой вообще сфере жизни. Ну, когда мы молимся вот студенты, да, сейчас у нас была волна молитв за сессии, за экзамены, за поступления, там, и так далее. Ведь у тебя есть оценки, да, какой-то балл, ты набрал какой-то балл, мне там, Сережка, Смешка, делились, вот мы вторая поступаем, и у меня такой балл, у меня такой балл, и это как бы такой уровень твоей веры. Ну, тебя оценили общество, экзамены, вот эти тесты, оценили тебя вот на эту, может, повыше, пониже, кого как. Ты смотришь, и это формирует твою веру. Ну, на что я способен? К чему выше этой планки я не прыгну, как-то. И поэтому, ну, чего стремиться к большему? Ну, я больше не смогу, да? Ну, ведь у Бога есть слово для тебя. Ведь есть что-то, есть обедование, которое непреложное для тебя. И у тебя всегда есть выбор, на что посмотреть. На то, что думает о тебе Бог, или на то, что думают о тебе экзаменаторы, или ты сам о себе думаешь. Или тема жениться или выйти замуж. Почему, да, для многих такой вопрос. Ну, указана своя причина, может быть, почему я не женюсь, или почему я не ухожу замуж. И мы себе как-то объяснили уже это, и мы себе уже в чем-то убедили, или нас кто-то убедил, и мы стоим на некой вере. Я не женюсь, или я не выхожу замуж, вот потому, потому, потому. Что для тебя говорит Бог в этом случае? Какой призыв, или какое обетование есть у Бога для тебя? Потому что важен вопрос, кто тебя убеждает? На чем стоит твоя вера? Как она формируется? Ведь, я повторюсь, вера, она приводит нас к решению. И это решение внутри, там, где-то ты говоришь, я никуда не поступлю, или я никогда не женюсь, или я еще там, ну, это приводит к какому-то решению внутри тебя. Я просто сейчас это говорю, потому что дома, может быть, вы поразмышляете, вы встретитесь с ситуацией с какой-то, которая будет вас сформировать. Когда грех человек делает, почему я грешу? Что привело меня, какое убеждение заставляет меня принимать решение делать грех? И потом ходить там в стыде, или в страх, или в каком-то осуждении. Что говорит в Писании? Вот римлянам, читая послания, здесь настолько много говорится о том, что Бог нас оправдывает и совершенно по-другому смотрит на нас. И я уже в прошлый раз проповедовал о том, что мы так грешим, потому что находимся не в свободе от греха, или это грех заставляет нас, толкает нас к смерти. Это его задача толкнуть нас к смерти. Но если Бог нам дает жизнь, если Бог нас оправдывает, то как это влияет на меня? Почему оправдание и эта свобода, которую Бог обещает мне, она меня не касается? Почему продолжает решить? Если человек болеет, то болезнь тоже его в чем-то убеждает. И он начинает думать, ну, я такой, да, и вот. И толкает, приводит к решениям. Каждый раз кто нас убеждает или что нас убеждает, сформирует нашу веру и приводит нас к каким-то решениям. По поводу работы то же самое. Не, я с этим не справлюсь, это не мое, это пусть там другие, мало денег или еще что-то. И ты начинаешь себя убеждать в чем-то, что опять приводит тебя к твоим решениям. Почему это житейские дела наши, бытовые, потому что ныне это работает, менится отношение к нам, верующим, к тому, кто воскресил из мертвых, это ныне. сегодня мы живем верой. И какая она, эта вера? Потому что, может, в церковь я хожу, у меня что-то сформировало меня, какие-то правила какие-то жизни, но когда я выхожу из церкви, жизнь, я сталкиваюсь с обстоятельствами, которые мою веру совершенно по-другому формируют. И то, как я верил в церкви, и то, как я верю не в церкви, почему-то оказывается совершенно по-разному на меня влияет. И даже в церкви, когда мы призываем к молитве, к посту или каким-то духовным, скажем так, упражнениям, то кто-то может сказать себе, ну и внутри принять решение, ну я не буду молиться, я не буду поститься. У меня, ну почему? ну у меня нет времени, это не мое. И наша вера, когда-то нас убедили в чем-то, что ну не мое это, да, кто будет проповедовать? Ну и вы наверное подумали, ну это не мое, я не проповедник. И вдруг вот этот вывод, эта вера, она сформирует решение, ну я не буду проповедовать. я не буду ходить на молитву, почему? Ну задайте себе этот вопрос, ответьте на него, почему? Какое решение внутри вас заставляет вас не делать что-то или наоборот делать что-то? И куда это приведет вас? потому что решение всегда приведет последнее. Как-то пьешь воду, будешь получать все минералы. Не пьешь воду, будешь сохнуть и рассыпешься в результате. Я всегда вспоминаю Владимира Ивановича с благодарностью, когда он мне в субботу вечером порой звонит и говорит Юлик, завтра проповедуешь. Пап, ну ночь всего впереди. Ну ничего делать, еще целую ночь впереди. И он вот так очень часто делал. И ставил меня перед фактом и ну он ставил меня перед фактом. Хорошо. Но теперь начинает работать моя вера. Механизм. Я могу послушать голоса такого. Ну какое ты проповедение? Времени мало. есть бы в запарке, в суете, там, в работе. Может быть там где-то нервничало или еще что-то. Успокойся, скажи, позвони, скажи, что не будешь проповедовать. Или по-другому. Господи, обстоятельства, конечно, такие, всего мало времени, и Владимир Иванович, как он может так значит меня подставлять? но я верю, что у тебя есть слово. И я остановился на колене и говорил, Господи, что ты хочешь сказать для церкви? Дай мне это слово. И утром выходил и проповедовал. Решение, какое я приму, это принесет плод соответствующий. Поэтому из этих решений, из этой веры строится вся наша жизнь. Я вот сейчас расскажу один случай совсем недавно, наверное, который попросил меня к этой проповеди. Когда я проповедовал проповедование сила одного слова, потом на каком-то собрании я попросил, поднимите руку, кто нашел в себе свое одно слово. И там три человека подняли руку. И я думаю, ну нормально, как внутри себя, так я думаю, у нас человек шестьдесят, и всего трех человек коснулось это, ну и кто я не знаю, как коснулось. Я думаю, для меня это было такое откровение, и сейчас, живя этим своим словом, я вижу, как Бог действует. Я прямо наслаждаюсь этим процессом. Господи, какое твое следующее чудо будет? Какое твое следующее будет чудо? Я наслаждаюсь этим процессом, просто счастлив от того, что это слово, ну вот это истина меня ожила во мне. но у меня такое раз разочарование произошло, думаю, никого не касается. Потом, когда был пост церковный, я не хочу никого осуждать, не дай я не мог. Это еще, наверное, одно мое решение по поверению, никого не осуждать. Я вдруг как-то себя поймал на том, что я осуждаю людей за то, что они не оправдали моих ожиданий или что-то сделали, ну так же нельзя делать, и начинаешь осуждать. Я поймал себя на том, что я обсуждали, и говорю, Господи, я не должен быть, ты оправдывающий, и поэтому я должен быть оправдывающим. Ты вообще жизнь отдал за этих людей, а я тут, значит, осуждаю. Не хочу, научи меня быть оправдывающим, а не судящим. Вот поэтому я сейчас не хочу никого осуждать, просто своими переживаниями делюсь с вами. И когда был пост, от многих людей, ну, точнее, от людей, которых я ожидал поддержки, я не получил поддержки в этом. Вот. Не все постились, ну, как бы, хотя я увидел, что в посте вот в этом проявилось единство церкви. Те, кто присоединились, они пережили что-то, а те, кто не присоединились, но не пережили. Ну, ладно, это выбор каждого человека, но это просто тоже меня как-то зацепило. И вдруг у меня родилось такое убеждение, вот, ну, такая вера, как-то вот это все осмысливая, проповедуя, другие случаи, стали меня убеждать, что я проповедую сам для себя. Ну, как бы, это мое откровение, это мои переживания, и поэтому, ну, в принципе, проповедуя вам, я, наверное, больше сам утверждаюсь в своей вере. Вот. Ну, вдруг у меня такой вывод родился. и так анализируя прошлое, с чего я начинал проповедовать, чтобы я только уверовал, уже 25 лет я верующий, и, наверное, всегда проповедовал, я понял, что если бы я не проповедовал, если бы Владимир Иванович не звонил в субботу вечером и не говорил, завтра проповедуешь, это бы не формировало меня, потому что, когда я, ну, начинаешь об этом молиться, начинаешь получать от Бога откровения, открываешь Писание, вдруг начинаешь углубляться в это, моя вера стала расти, мои, ну, представления о Боге стали меняться, то есть я стал расти духовно. Я понял, что я рос только благодаря тому, что я отдавал, ну, проповедит, ты отдаешь что-то, и это формировало меня все это время. Я не знаю, как это формировало вас, но когда я к этому выводу пришел, вот, как вот рождается убеждение, как рождается вера, просто такой частный случай, вдруг пришло у меня такое, ну, апатия, или как бы, внутри меня прозвучало решение, не хочу проповедовать, никому это не нужно, не хочу проповедовать. И, наверное, две недели или больше я с этим решением внутри себя ходил. я стал понимать, что, ну, пришло какое-то разочарование, какая-то, ну, равнодушие, что ли, или, ну, это решение, оно меня плохо влияет. Вот, я как бы за короткое время начал видеть, что это решение не ведет меня к созиданию, не ведет меня к жизни, у меня, наоборот, как-то погасло все внутри. я говорю, Господи, ну, как бы, я благодарен Духу Святому, что Он показал мне, как родилась, как родилась моя вера, новая какая-то. Судят в церкви, скажут, ну, ты же пастор, ты же должен, ну, ты что, это же, как бы, ну, ну, меня убедили, сказали, что это стыдно, так себя вести, вот, и я бы стал себя вести хорошо, но нужно ли это, да, чтобы я себя вел хорошо? Нужно, чтобы я был в любви и был в свободе в этой любви, вот, чтобы я знал, что в церкви меня не осудят, потому что осуждение, это не свобода, все, ты уже в рамках закона, ты уже в рамках обрезания или не обрезания, вот, это не свобода, это смерть, вот, о чем я проповедовал вам в прошлый раз, смерть, осуждение приводит к смерти, и, когда, ну, нет, только, когда знаешь, что тебя не осудят за это, когда ты свободен принять это решение, и ты можешь принять решение греху, сказать, да или нет, это твой выбор, и вот даже в Эдеме тоже и произошло, у Адама и Евы Бог дал полную свободу, он сказал свою заповедь, но ты решаешь, ты выбираешь, ты делаешь этот выбор, и у нас во Христе Иисусе, будучи оправданными, мы имеем силу и власть сказать греху, когда мы в свободе, поэтому мое христианство в том, как я пользуюсь свободой, а это зависит от моей веры, то есть от моих убеждений, и если эти убеждения и эта моя вера не животворят, не производят вот эту цену, как бы, смотри на меня, наблюдай за мной, говорит Христос, пребудь во мне, пребудьте во мне, если пребудьте во мне, и слово моё у вас пребудет, то чего не пожелаете, просите, и будет вам, от Отца моего Небесного, и во мне желание произведутся от моего пребывания во Христе и пребывания в Его Слове, то есть это моя вера будет проявляться. Если моя вера не животворит меня, то, ну, это просто табличка, за которой нет ничего, это вот как табличка на доме, сейл, продаётся, и заходишь в этот дом, ну, стоит, там нет людей, там нет жизни, на продажу только тебя выставить, и всё. Можно поставить любую табличку, христианин, но ты зайдёшь, там есть оно, это христианство, оно животворит тебя или нет. А что это происходит в тебе? То есть то, что под давлением нет жизни, и это не свобода, это рабство. И если ты зрелый христианин, христианин, зрелый, да, то есть живой, понимающий много, истины Божьи к тебе пришли, откровения от Бога к тебе пришли, спасённый ты, слово читаешь, ты никогда не будешь осуждать, потому что ты узнаёшь Бога, ты никогда не будешь, ну, ты будешь иметь власть говорить, Богу нет, Богу нет, греху нет. И зрелость, ты будешь давать людям выбор, свободу, не осуждать их за их выбор, может быть, наставлять, учить, да, снисходить к нему, с любовью снисходить, по-отцовски приходить, или там, по-братски, брат, я тебя очень сильно люблю, я тебя не осуждаю, или сестра, давай я помогу тебе в том, в чём ты оказался, давай я помогу тебе в молитве, или там, ну, в чём-то, в чём твоя трудность. Мы в свободе только можем увидеть, кто жив, а кто мёртв, кому нужна помощь, а кто может помогать. Вот, и только в свободе будут проявляться дары Духа Святого, только в свободе. Вот сегодняшнее такое слово моё, вам, церковь, живите в этой свободе, пусть вера ваша, она будет связана по Слову Божьему, вера от слышания, от слышания от Слова Божьего, то есть, проверяйте себя, что формирует вашу веру. Быви Иисуса, и будьте в этой любви. Аминь. Аминь. Спасибо.